Друзья, приветствую! Илья из Москвы прислал образцы масла РОВЕ. Вот я его подписал баночки. Мультисинт, ДПФ, 530C3 масло, свежее и отработка. Так, сейчас покажу вам информацию. Это у нас информация о продукте. Давайте вот так сделаем. Информация о продукте, показатели масла, физико-химические и описание. Это у нас Volkswagen Passat Alltrack с топовым мотором дизельным двухтурбинным. 240 сил, 239 сил. С общим пробегом 98 тысяч километров. Пробег на масле 13200 километров. Ого! Интересно будет. И средней скоростью 30 километров в час. Доливок не было. Ну и вот здесь, видите, первая заливка, замена в России. Так, первым делом, естественно, я создам эталон. Вот уже запись создал. Вот проверю свежее, а потом проверю отработку. Не переключайтесь, вскоре вы увидите результаты. Так, результаты готовы. Предлагаю ознакомиться. Ну, первым делом сравнение. Смотрите, ROVE Hightech Multisynth DPF 530, 100%. Максимальное совпадение это Lookoil Genesis German Car 0.20 T5. И следующим пунктом идет Hightech Synth RS D1 530 от ROVE. Разница с Lookoil 3,6%, а с Hightech Synth RS почти 4%. В принципе, не маленькая достаточно разница. Видно, что это другое масло, не такое ROVE. Вот, но тем не менее, вот максимальное совпадение с Lookoil. Так, следующим пунктом, посмотрите, я сделал наложение спектров, чтобы было показательно ROVE Hightech. Этот DPF, это у нас красная линия, видите, самая высокая, Gazprom, самая низкая, это Premium N, это гидрокрекинг. И ROVE RS чуть выше гидрокрекинга. То есть, если есть в RS PAO, то есть совсем немного, а в DPF значительно выше уровень PAO. Ну, я так предполагаю. Ну и вот сравнение на спектре, на другом, значит, диапазоне спектра. Здесь тоже видно, что DPF более премиальное качество. Из сукцинемидов здесь отличное количество, как в Gazprom. И немножко, видите, есть следующий такой бугорок, это эстеры. Ну, здесь эстеров не так много, где-то до 2%, скажем так, в RS их нет, видите. Да, видно, что это по качеству масла выше, чем RS. Более премиальное однозначно. Давайте посмотрим результаты свежего. Так, вот, Multisin DPF. И посмотрим, да, 1366 окисления, но это примерно, так и есть, до 2% эстеров. 627, значит, нитрования. 061 пакет противоизносных присадок. Фенольных антиокислителей 0,29. Ну и такой нормальный, необходимый, скажем так, уровень. Ну, это ближе к, да, и по аминным 0,79. Я бы сказал, это ближе к мобилу, наверное. К мобилу 1. Так, щелочное 7,19, а кислотное 1,59. Щелочное достаточно высокое. Напомню, это ГОС для отработки. Он чуть-чуть занижен. ГОС для свежего. Производителем заявлен 8,5. Вязкость 1,45. Тоже типичная для C3. Ну, даже, может, по нижней границе такой, где-то так. Вот, следующее. Это у нас, значит, отработка. Вот видите, подписано Volkswagen Alltrack. 13200 километров. К сожалению, моточасов нет, но я сейчас поясню про моточасы, предполагаемый. Значит, прибор считает, что здесь 1,65 дизеля в топливе. Возможно, это вот с экологией связано, с дожиганием. Так, нарастает окисление, нарастает нитрование. Ну, кстати, нитрование не так сильно нарастает на присадок, блин. Уровень даже выше. Может быть, что-то повлияло на это. Ну, по крайней мере, здесь не видно сработки. Аминный еще остаток, почти, ну, 67,5 процентов. Фенольных нет. Подсработалось щелочное. И вот такой, достаточно сильно поднялась кислотное. Так, но запас еще есть. И сильно просела вязкость. Да, я даже сравнил по линейке. Вязкость больше, чем на 60 процентов просела по линейке. Ну, и сажи 0,44. Ну, как по мне, так, наверное, все-таки многовато. При наличии рабочей экологии и, значит, более такого трассового пробега. Ну, вот и такие результаты получились. 14400 в данном режиме, в данном автомобиле. Владелец считает, что средняя скорость 30, но для средней скорости получаются какие-то там дикие результаты. Как по мне, я вот пересчитывал по через нитрование, мне кажется, где-то 38. Средняя скорость 37-38. И примерно получается результат в моточасах тогда в районе 380-300, под 400 часов. Ну, не знаю, может, я ошибся, конечно. Ну, вот такой результат. Я не стал писать, потому что это такое предположение догадочное. Ну, сами понимаете. Ну, вот где-то 380, я думаю, что железобетон здесь есть в этом образце. Да, кстати, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал. На этот канал написано. Получать уведомления. Да, ну, что, какой можно итог подвести? Масло отличное, работает прекрасно. Правда, оно заявлено как 503-506 допуск. И там до 30-50 тысяч в этом автомобиле в Германии. Вы видели в описании написано, что меняли на 30 тысячах. Блин, не знаю, не знаю, как, почему. Вот такое. Ну, на 50 тысяч это вообще загадка. Ну, возможно, это касается автомобилей с большим картером, там где 8-10 литров. Вот. Там, наверное, возможны такие варианты. Вот. Но в наших условиях, в нашем режиме вот такие результаты. То есть здесь и часть эксплуатации пробки с очень низкой скоростью и часть трассы. Вот. Среднее получилось. Среднее получилось среднее. Вот. Масло хорошее по составу. Лучше, чем ровое РС, которое проверял до этого. Вот. Ну и, в общем-то, автомобиль. За исключением вот сажи, сажи многовато, честно говоря, для, 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 для такой средней скорости. Мне кажется, вот, видел значение пониже. Вот. Многовато. Может быть, это какой-то режим такой боевой, скажем, полубоевой. Или все-таки есть некоторый износ по топливной аппаратуре. Вот. Плохо сгорает, не полностью сгорает топливо. Благодарю Илью за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.